В памятный для нашей страны день, день освобождения Сухума в Отечественной войне народа Абхазии, в преддверии большого праздника Дня Победы, в Центральном выставочном зале Союза художников вовсю кипит жизнь. Открытие выставки началось с поздравления жителей республики со знаменательной датой. Дорогие друзья, от всей души хочу всех вас, кто присутствует сегодня на открытии этой выставки, поздравить с Днем освобождения города. Искусство часто запечатлевает трагедии, еще чаще из трагедии рождается. И ежегодная осенняя выставка говорит сегодня именно о возрождении и жизни. Сегодняшняя выставка, в ней есть своя особенность, потому что вы увидите, что здесь часть работ тематических, а часть работ, она, наверное, созвучна тем эмоциям и впечатлениям, которые рождает сентябрь, вот уже 29-й год. Это размышления, это радость, это грусть, это память. Все стороны жизни, они отражены, на мой взгляд, в этой выставке. 38 картин, более чем 20 авторов. Торжество не только красок осени, но и сюрреалистичных фантазий, портретов и причудливых полутонов, изображающих различные пейзажи. Выставка многосторонняя и многогранная. Каждая из работ по-своему привлекает внимание. На этой выставке моих работ штуки, по-моему, 4. И вот среди прочих портрет Владислава так получилось, что было время, как-то Владислав Григорьевич меня спрашивал, «Кого бы ты из исторических личностей хотел бы изобразить это сразу после войны?» Я говорил, что я вот хочу образ Леона создать, я очень хочу Хелушбея и Дестора Лакоба, и говорю, мне неудобно, но вас тоже. Вот. И он говорил, что это хорошее устремление, занимайся, делай, может быть, что-то получится. Было не просто, чтобы похоже было, а вот каким-то образом попытаться передать мощь его и обаяния, и внутренние силы. Многие работы из представленных на выставке пленерные, а значит живые, передающие мгновения, буквально подсмотренные художникам. Работали в эшере, в нижней эшере, вот получился такой пейзаж красочный, попыталась вот поймать вот это состояние света, цвета, погоды, то есть поймать момент какой-то вот. Искусство призвано отражать жизнь с ракурса большинству недоступного. Во многом оно знаменует продолжение жизни, становится немым ее свидетелем. В памятный и важный для республики день кажется невообразимо значимым, глядя на работы художников, видеть торжество созидания и помнить о той великой цене, которая была за это уплачена. Рада Чичава, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение.